Многие из вас помнят, как после войны в Афганистане возвращались солдаты и офицеры, возвращались домой и очень долго не могли привыкнуть к мирной жизни. И вот сейчас похожая ситуация. Только вот вписаться в обычную жизнь тяжело не только тем, кто в погонах. Дети, беженцы, родители погибших. Список можно продолжать очень долго. Елена Механик разбиралась, а что же это такое? Поствоенный синдром. Полтава. Ирина неспешно бредет по городскому парку. Быстрее не может, тело слушается с трудом. И глаза на ложки вынимали. Ну вот так ложка туда, и потом на ложку, а так вытаскивается. Ну что-то жужжало и просверливалось. Ну 12, 12 или 13 дырочек таких. Ну добивались и слышать, что я в корректировке. Отвечаешь, бьют, не отвечаешь, бьют. 99 дней плена. На свободе всего несколько суток. Ну я сегодня первый раз вышла в город сама. Мне страшно. Даже просто идти по городу сама, мне страшно. Ирину Бойко в Полтаве хорошо знают. Активистка, волонтер, всегда на передовой. За то, что спасала жизнь беженцев, едва не поплатилась своей. Если бы не отрезали мизинец, неизвестно, выдержала бы я все это. Потому что, когда было высокое очень давление, я понимала, что у меня уже мозги лопались. Я развязывала палец, с него стекало кровь, и мне становилось легче. Киевский военный госпиталь. Ногу Саша потерял месяц назад. Я знал, куда же иду. Мы же шли за свою землю, за свою страну, за своих матерей, детей. Говорит, ему бы в окопы, но войну теперь он может видеть только по телевизору или вспоминать. Это не был двусторонний бой. Это такой, сейчас навязывают нам принцип войны, подлый, такой, нечестный. Ну, обстрел был. Теперь у десантника Александра Федорченко не только новое звание, подполковник, но и новая жизнь. Я задумывался, конечно, там первые дни, блин, думаю, с одной ногой, как то, как то. Ну, нужно с этим смириться, что те, те, те вещи тебе уже не сведят. Когда страх перестает быть словами, эмоциями, а становится просто, просто физической болью, когда болят волосы, когда болят кончики пальцев, когда страшно не за себя, когда страшно за своих детей. Есть два варианта, о которых ты прослежишь Богом. Либо пускай это закончится одним разом, либо спаси и сохрани. Привенциальный городок Николаевка, недалеко от Славянска. Татьяна устраивает нашей съемочной группе что-то вроде экскурсии. Как видите, посуда на месте осталась, детские вещи. Когда Николаевку обстреливали, Татьяны тут уже не было. Она бежала без оглядки через 42 блокпоста с двумя детьми. Туда, где не стреляют, так ей тогда казалось, в Новоазовск, куда потом тоже пришли оккупанты. Если здесь можно было сказать гром, здесь не было такой, братцы, то там только танки. В каждом городе своим детям она рассказывала новую версию, почему громыхает за окном, когда на небе не облачко. Каждый из наших героев справился с болью и жестокостью. Казалось бы, все теперь в прошлом. В 80-х было понятие постафганский синдром, то есть научиться жить в мирное время. Сейчас заговорили о постдонбасском. Мирная жизнь приносит немало испытаний, и речь не только о военных. Я понимаю, что нужно будет работать над собой, нужно найти в себе силы с этим справиться, потому что позавчера я проснулась, смотрю по дому и не могу понять, где я проснулась. Ей бы восстановить здоровье, а приходится тратить его на борьбу с банком. Еще не успела прийти в себя от одного стресса, а тот в новый. Не представляете, мне вчера на забор приклеили мое лицо, и подписали, что я злостный неплательщик, я четвертый месяц не плачу в банк. Я беру деньги и не возвращаю. Повесили мне клеймо, что это майно будет, перейдет в счет банка. Это как? Ты должен быть стержень, понимать, что жизнь не останавливается, и на одной ноге и с одной рукой можно дальше жить. Словно в доказательство своих слов Саша с легкостью берет костыли. Управляться наловчился, гораздо труднее, снова научиться спать. Бывает, там до трех, до четырех не спишь, не спишь просто так, режешь и все. Стресс пережил, шок, шоковое состояние. Ну, вроде бы так, уже почуть налаживается. За себя ему не страшно, ни тогда, ни сейчас боится за других. Кто-то сильнее духом, а есть ребята, которых нужно постоянно поддерживать, которые действительно ломаются. Может быть, вначале они были готовы морально, но потом... Илье и Данилу тоже приходится жить по-новому. Учиться в полуразрушенной школе, гулять на детских площадках, где еще недавно свистели снаряды. О, это... Это... Это танки. Дома холодно, задувается от косов, рамы перекосило после обстрелов. Тут не было ни одного целого стекла, чтобы восстановить новое, пришлось влезть в долги. Разбила это. Это вынесло полностью. Татьяна учится жить без денег уже несколько месяцев. Ее оба мальчика с врожденным диагнозом ДЦП. Ешевские жили исключительно на пособие. Теперь, чтобы их получить, Татьяне нужно объехать несколько городов. Ведь дети оформлены в оккупированном Новоазовске. Как получать, их не знаю, потому что с ними никто не работает. Это Новоазовск. Когда освободят, когда будет, это неизвестно. У этих людей своя философия. Ее не понять тем, кто не был под бомбежками. Они говорят странные вещи. Возрождаюсь, хотя прошла через пытки. Главное не расслабляться. Можно сейчас раскиснуть, залечь, жалеть, начать себя. Ах, какая я несчастная. Нет. Говорят, повезло, хоть и остался без ноги. С нашей бригадой, так как мне, ну, то есть, я считаю, что мне повезло. Где-то порядка 110 ребятам мне повезло. Они погибли. Не повезло их семьям. Говорят, что любят страну, хотя страна не всегда отвечает взаимностью. Елена Механик, Руслан Смещук, Марьяна Бурякова, Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер.